Ребята, всем привет! Слушайте, я как начала снимать влоги, я поняла, что надо жить интересной жизнью, а то нечего снимать. Но ничего интересного не происходит. Ну как? Точнее, я сейчас собираюсь, знаете куда? Продуктовый магазин. А у меня муж по делам уезжает сейчас на три дня, и он уезжает на нашей машине, и мне придётся три дня тусить одной. Мне надо купить продукты сегодня. Это, знаете, мы живём же по горной деревне, и, короче, надо съесть машину, поехать вниз, ходить, закупиться всем. Я сейчас поеду в супермаркет. У нас здесь есть один в горах. Надо исполнить, намазать на морду лица. У меня это стик до Альба. И, короче, у нас один магазин есть здесь в горах недалеко, но там ассортимент поменьше. Зато там очень вкусный йогурт со специями продаётся. Но там овощи такие, знаете, повидавшие, блин, виды, уставшие. Поэтому я поеду. У нас есть супермаркет Нигрос, но вот у нас, мы живём в Калкане, ну, мы типа относимся к кашу, но по сути это Калкан. Это два рядом коротка, кашу, он побольше. И там есть, ну, дает 40 минут. Там есть магазин с рыбкой с морепродуктами, а у нас только в Мигросе, если есть рыба. Слушай, что-то мы рыбу вообще не едим. Вот, ну, не знаю. Буду готовить. Тоже пока ещё не придумала чего. Мой супер лук на сегодня. Если Нордик отойдёт, то я смогу его показать. Дядя, тебя с собой тоже надо взять, да, Нордюшек? Короче говоря, у тебя какой лук репчет сегодня? Всё. У тебя лук репчет. Короче говоря, просто велосипедки, майка и вот так вот я рубашку завела бы, потому что, когда я в велосипедках, я всё-таки предпочитаю, чтобы жопу не было видать. Ну и шлёпки. Вот сюда бы мне, кажется, подошли бы те шлёпки Маккуин, которые я хотела бы. Это надо погладить. Ой, это отдельный разговор. Ну чё, погнали. В нашу машину тут виноградники. Прикиньте, этот виноград супер сладкий. Я думала, что это какая-то хрень, которую нельзя... Вон там, вон какой хорошенький виноград. Не знаю, что с ним делать. Будет его садовник снимать или нам уже... Потому что его просто... Смотрите, сколько. Честно сказать, я первый раз вижу виноград, который вот так вот растёт до такого состояния. То есть ерую какими-то мелкими такими штучками. Капец, какой сладкий. Просто. У нас другое дерево с персиками. Ничего плодоносить. Потому что... Офигеть. Я думала, оно как-то по сезону от плодоносит и типа всё. Просто закрываешь дверь, а тут виноград. Я в шоке. Вообще, чтобы жить настолько близко к природе, это один из моих первых очки моментов в жизни. Господи, вот так и звуки издаёт. Девочки, мы упали. Пока не забыла мысль, я хочу сказать, что это первый раз, когда мы живём настолько близко к природе. У меня есть очко, очки. Мне это так заходит. Это чистейший воздух, какой-то классный климат. Мы, кстати, позапрошлым, по-моему, летом думали поехать в Сочи, снять там дом и пожить там хотя бы, ну, типа месяца 3-4-5. Это вот мы как раз квартиру продали. И такие думали, может быть, переехать. Потому что мы, в целом, хотели переехать бы в регион, где потеплее климат. Но я смотрела, значит, дома в аренду и такие, чтобы были бедфренды. Ребята, я еду, если что, 10 км в час со скоростью. Поэтому, надеюсь, ничего не случится, потому что я пришпилила телефон. Так. И мы посмотрели цены. И я вот как сейчас, помнишь ли, я была просто в ахере. Во-первых, там не было домов, как вот здесь, чтобы был прям такой бассейн. А бассейны были а-ля купели. Хотя, ну, там жаркий климат. И дом с приличным ремонтом, чтобы можно было с животными, с какой-то более-менее приличной мебелью, да, стоил 480 тысяч в месяц. Это самый минимум. При том, что если ты снимаешь на, там, долгий срок, понятно, что в сезон там цены в 2-3 раза дороже. Понятно, что в сезон там цены в 2-3 раза дороже. Здесь абсолютно та же самая фигня. Здесь в сезон намного дороже. Дороже чуть ли не в 3 раза, потому что здесь сезон где-то в октябре, типа, заканчивается. И все уезжают, и 90% всего в Калкане, ну, как говорят, закрыто. И только вот на летний сезон, поэтому они за лето так отрабатывают прям вот на год вперед. Ну, и в Сочи, я так понимаю, что похожая ситуация, хотя там и горнолыжный тоже туризм. Мне показалось, что это просто какой-то пипец. Понятно, что были там предложения и дешевле, но там какой-то прям совсем был ремонт не очень. Ну, в общем, не знаю. Сочи как-то вообще охренели, мне кажется, с такими ценами, потому что понимают, что у многих людей нет выбора. И мне кажется, что это вообще безнравственное какое-то поведение, когда ты фактически монополист на рынке отдыха для определенной категории людей, и ты задираешь такие цены. Ладно, в общем, мне где-то минут 10 спускаться, буду слушать аудиокнижку дальше. Смотрите, какие виды здесь в городе. Слушайте, вот там дикие проблемы с парковкой, поэтому далеко от супермаркета перепаркнул, как, 20 метров. И увидела рекламу Карафура, 500 метров туда ехать. Там, вон, смотрите, у меня вот это вот прельстили картинки рыбы. Давайте попробуем съездить туда, посмотрим, что там есть. С парковками иногда проблемы, потому что нужно под деревом припарковаться. Так, ага. Потому что это нету, видите, вообще нет. Вот как можно в супермаркете, парковке ни хрена нет. Вот лезет, я знаю, что можно припарковаться, и вот там вот за углом, потому что здесь прямо спортзал. Вот этот вот спортзал. Ой, как прекрасно, смотрите, замороженные даже эти целиком есть. Там, вон, рыба свежая. Круто. Сколько стоит? Так. Непонятно. Вот эти стоят 250 лир. И это сколько? 600 рублей. Ну, 700 рублей такая пачка. Ну, здесь все стандартно. В общем, нажатие на 3,5 цены. Вот это я так и не поняла, что это. Это, наверное, все-таки дыня. Я почему-то думала, что тыква, фрукты, цены. Блин, слушайте, здесь выбор охренеть какой хороший. Драгонфрут. Абрикосы. Буду делать смузи. Драгонфруты мы очень вкусно в смузи добавляем бананы. Ну, это вообще абсолютно, ну, нормально. Классно хранится зелень в водичке. И она, видите, прям такая прям хорошая. Салаты, всякие такие цены. Под лук, пока я не ем из-за удаления желчного. Вот это я так и не поняла. Что это такое? Еврол на вкус. И это как кислое мыло. Если кто-то что-то такое, напишите мне. Здесь вот тоже у них там водичка. Морковь. О, вот это, наверное, крес-салат. Я такой в микрозелени выращиваю. Так, а это кто? Это кто-то сгнил. Не будем брать. Такие рыбки, вот такие цены. Вот я хочу взять вот это. Это похоже на Дораду, но написано, что это когда-то чапура. Вот. Креветки. Ну, приветки в чистить просто с ума сойдет, не хочу. Такая рыба. Ну, то есть это 340 рублей килограмм. Блин, собака может пару рыбки еще взять, они вот это любят. Ну, вообще, судя по глазам, господи, они вроде свежие. Вот видите, вот это свежие, а вот это уже такая средняя. Должно быть, типа, не заполнено глазам. Вообще, я хочу, наверное, вот эту вот взять рыбку большую на двоих. Потому что, видите, такие маленькие. Я их как-то собакам покупала. Там прям есть вообще нечего. Ну, я уже минут шесть стою, просто жду человека, который тут работает. Вот. И вовсе нет. Но пока я жду, я загуглила, что цапура, это типа греческая Дорада. Видите, вот эта цапура побольше, типа 400-600 грамм, а эта цапура поменьше. Покажу вам пока мясо. Куча вариантов. Фарш делать. Но мне красное пока мясо нельзя, к сожалению. Куча вариантов. Вообще, все, что хотите. Я буду, думаю, купить изминога. Но я последний раз ела, когда с много, и я отравилась. Поэтому что-то, я так шикарно не посмотрю. Рыба, кстати, продается не потрошенная. Но здесь как-то по умолчанию, что вы когда заказываете, вам ее потрошен. И вот такие всякие штуки есть. И вот такие креветки покупала вчера, паста с ними делала. Тоже вкусно было. Всякие шашлычки просто готовы. Интересно, балык, шишка. С какой-то белой рыбой. Балык, это рыба. Так, прикольно. Вот балык шаурма. Свежий хлеб я обычно беру из такой серой зерновой в микросе. Здесь у них самый популярный вот такой. Только я не очень люблю. Я хочу взять на пробу вот эти булочки. О, сколько они? 13-15 лир. А, видимо, пирожок какой-то. Так, нет. Это даже смотреть опасно. Я чувствую, как начинают расти жопы. Тут всякие йогурты. Я, конечно, никогда еще не вижу йогурта вот такими ведрами. Я покупаю, который лактозюс. Не знаю, правильно читаю или нет. Короче, безлактозный. Такие молоко. Молоко тоже безлактозное. Кстати, в каждом магазине практически я видела безлактозное молоко. Потому что вы сейчас знаете, вот лактозное. Всякие эти завтраки. Молока у нас полно. Вот с сырами тут, конечно, проблема. Но я не очень много сыра ем в последнее время. Ну, он такой какой-то. Не очень. Здесь всякие полглазы. Так, вот яйца мне точно надо взять. Я вот вообще не подумала о том, что мне это тащить не сам горбучий. Это здорово. Домашний. Ой, я вот такой ризотто, кстати, покупала в Азбуке Вкуса. Тахини, что это? А, это тахини соус. Это пиннет-баттер. Нам это не надо. Так. Вот с оливками. У них здесь, может быть, я бы у себя в селе, конечно, купила оливки. Ну, ладно, раз уж я в магазине, прям без этих, с костями, точнее, видимо, да. Ну, оливки тоже, видите, все с костями, но есть... Ладно, кстати, мне вот это взять. Я, потому что курицу бутонеску буду готовить. Это мелко нарубленные оливки. Слушайте, наверное, да. Я возьму просто вот так и вот так. Взяла, кстати, каперсы и жила томаты, сушеные на солнце. Стоит 46 лир. У нас просто там в горах, в магазине, в деревне, еще дешевле. Стоило типа 20 лир, но меньше паночка. Просто трэша. У нас в Москве очень-то все дорого. Так, специи. Мне кажется, у меня по специям есть все, что мне надо. Вук это для курицы. А, слушайте, это знаете что? Это, видимо, бульон. Удобно, кстати. Я такой только в американских этих тиктоках, которые еде посвящено видел. Да, видите, просто цуба банки. Видимо, для этих британцев, которые здесь часто отдыхают. Охренеть, да, смотрите. Такое нам не надо. Вот с этим я не знаю, что они делают. Это просто это. Просто кукуруза. Не смогли мы разъехаться тележками. Это что такое? Это какое-то это необработанное зерно. Булгур, конечно же. Булгура у меня много есть. Так, а чего у меня нет? Мне кажется, у меня есть все. Паста, может быть, какого-нибудь нового вида. Я взяла всякая мука. Но цены тоже, видите, сами в среднем. Пачка сколько? 60 рублей 70. Так, паста. Слушайте, вот эти очень вкусные. Поэтому я их перестала покупать. Потому что я их жару просто. Они очень вкусные. Так. У меня есть и спагетти. И всякие, что у меня еще? У меня много видов спагетти. Паста, точнее, дома. Думаю, какую-нибудь взять интересную. Может быть, для отеля. Или давайте возьмем вот такую. Но я такое еще не пробовала. Здесь есть товары для животных. Мне кажется, это какие-то турецкие бренды, если я не ошибаюсь. Вот Enjoy. Что там еще? Вот это, по-моему, вообще угли. Ну, такой, знаете, стандартный супермаркет. Просто я так здесь снимаю. Я потому что здесь первый раз. Но мне здесь выбор очень понравился. Даже больше, чем в Negrosi. Я взяла вот такой рукав, чтобы запечь рыбу в нем. Не знаю, вкусно это будет или дерьмо. Так, а вот это что такое? Рукав для рыбы. Baking paper. О, давайте возьмем. Не знаю, что это такое. Я как всегда. Ну, если будет дерьмо, то всегда можно ее чуть-чуть на режиме гриля в духовке подфигачить. Фух, доперла. Четыре пакета. Подожила, дома еще купила. Получилось на 1900 лир. На шесть лишних тысяч рублей. Я думаю, что там две пачки гигантских креветок. Две пачки из мороженых просто больших креветок. И пять свежих рыб. Я не знаю, как это возможно. Я их цены иногда реально стоят, по три раза пересчитываю. Особенно, когда я увидела томаты в масле, которые стоили 60 рублей. Нет, это что. У нас они стоят, типа, пятьсот. Маленькая баночка. Но если я правильно помню, я вот заказывала, типа, в Яндекс. Еде в Яндекс. Лавки. Минимальная цена была, там, 350 рублей. Булочку я ем сейчас четыре вечера. Я только завтракала. И эта булочка, оказалось, начинка с какой-то. Не знаю, что-то. Хочу сейчас... Хотела заехать в кофейню. Цель приходится здесь мыть бошку, хочешь не хочешь, каждый день, потому что потеет голова. У нас наверху не так душно и жарко. Здесь прям машина показывает в тени 39 градусов. Неблохая кофейня. Калкан Сьюц. Здесь собакин. Я хотела вам его показать. Он постоянно здесь. У него ошейничек Adopt Me, то есть, поприятий мне. Собака, привет! Привет. Привет. Да. Скажи, давай. Давай, конечно. Конечно, конечно, сделаю все, что ты хочешь. Привет. Уйди, Adopt Me. Ты хорошая собака, да? Да ты очень хорошая собака. Очень хорошая собака. Ты молоденькая, да, совсем собака, да? Совсем юбки хорошие, хорошие. Такая собака классная. Господи, кто же это орет-то так? Какое-то насекомое, что ли? Ты тут живешь, да, собака? Привет. Ты какая классная собака. Ребята, кто в турцию переехал? Никому собака не нужна? Хотя, вы знаете, ну, блин, им тут в целом не очень плохо, потому что их тут кормят. У них из района сотрудники постоянно ездят, корм оставляют, мисочки с водой есть везде. Ну, ласка человеческая тоже нужна. Да, собака? Какая красная собака, да? Нет, нет, нет. Ой, бля. Привет, извини, пожалуйста, я очень испугалась. Она подкралась сзади и просто на меня дотронулась и охренела. У них вот бирки на ушках, это означает, что они стерилизованы. Тигрулькина? Тигрулькина. Хвостик кто-то отрубил. Ну, комминс просто. Смотри, какая классная собака. Это собакин мальчик. Так, а ты кто? Давай-ка посмотрим. Ты вроде девочка. Ну, там до всех... О! Все, попу нюхает, собирает информацию и все. Тут классный паренек, прям молоденький. Мне кажется, года полтора его, наверное. Да тут уже, потому что постарше собака. Вот у них там миски с водой, с едой. Так, меня собаки почему-то кусают. Нормально вообще все? Просто сделаю заголовок. Меня искусали бездомные турецкие собаки. Искусали, да. Искусали, скажи, эту бабу приперлась в Турцию. Скажи, да, чё, чё, чё у себя не работалось, не жилось, да. Скажи, вали в свою Турцию. Имигранька проклятая. Примерно так представляют разговоры мои хейтеры. С уличными собаками. И в России собаки такие. Приползла в Россию работать. Да, приползла. Приползла, конечно. Ладно, пойду возьму кофе. Опять ты зачем мне нос? Попу тыкаешь, а? Классно. Кусается. Какой игривый мальчик хороший. Сейчас уже не очень жарко, прям классно. Кусает, смотрите, за ляжки. Просто. Так, ладно, я кофе-то пойду брать. Всё, гайз, пока. Увидимся ещё скоро. Пока. Ну что, ребята, давайте покажу вам, что я купила. Так, вот мой чек. 1897 лир. И, братья, у нас такие пончики, пончики, пончики. Просто я их спрятала. Нет, ничего не спрятала. Если бы купила пончики, то же сказала бы. Скажи, вру, да? Вру. Норт, ну я знаю, ты хочешь эту рыбку, но это не для тебя. Ну не для тебя я купила рыбу. Угомонись. Норт, ты меня... Тишина. Тишина. Так, что я купила? Давайте начнём вот отсюда. Здесь у нас овощи, фрукты, перцы, небольшие помидорчики, морковь. Какой-то хрен-то имей салат. Не знаю, будет, что это такое. Петрушка, салат. Три баклажана буду делать. Гри икру. Драконий фрукт. Чем это драконий фрукт? Хлеб, булочки, которых уже осталось две. Яйца. Что это? Розмарин, по-моему, называется он. Ну, короче, для аромата. Каперсы, маслины, оливки. Томаты в масле, сушёный на солнце. Вот такой хлеб. Рукав для запекания. Какая-то paper baking. Paper. Не знаю, что это такое. Короче, какая-то бумага для запекания. Большой йогурт. Сыр, паста. Три куриных филе. Каждая по сколько? Ну, примерно по килограмм. Три куриного филе. Две пачки креветок. Здесь их, кстати, не знаю, сколько вес, но немало. И два пакета вот таких здоровенных креветок. И помимо этого норт. Да-дам, я тебе сейчас рыбу, господи. Короче, две рыбины сейчас, ну, по крайней мере, одна точно пойдёт вот сюда. Смотрите на этого попрошайка. Он тут просто с ума уже сшёл. Наст не так уже любит рыбу. Собаки у нас долго ели натуралку, поэтому это нормально. Но я срезаю вот острые все штуки. Кости, ничего страшного. Сырые кости. Они достаточно мягкие. Голова рыбья, это отдельно, знаете, вкусняшка. Они северные собаки, не здоровые. Их вообще можно только рыбой кормить. Ну, рыбой и с сухопродуктами, овощами. Но мы их сейчас, я уже рассказывала, перевели на корм из-за проблем с натуралкой. Вкусно, да? Смотрите, как хрустит. Да перемалывается кость. Потому что челюсть это мощная у собак. И Найс просто аристократ грёбаный. Найс, ты это не ел. Я тебе когда это... Найс, какая крыса. Найс, ты крыса, что ли? Посмотрите, какая крыса. Берёт и подъедает. И ворота. Найс, ты всё нормально? Короче, всё. Счастье полные штаны. Надеюсь, что полные жопы говна не будут после этого. Найс, ну всё. Всё. Вот эту большую рыбину буду запекать. Я туда внутрь напихала лимон и вот этот розмарин или кто это. Слушайте, я, наверное, конечно, продолжаю ещё поколение женщин, которые что-то напихивают в рыбу, но не понимают, как это действует. То есть, ну вот, напихала я дальше, чтобы мне всё время кажется, что просто так, знаете, чисто для красоты. Потому что, ну вот, я поливаю лимоном, потому что идти вот так надо, да? И посолю, и поперчу. Но кожу-то по факту всё равно мы потом выкинем. Эту кожу не проесть не будет. Ну ладно. В общем, пусть будет так. Посолю. Сейчас заверну в фольгу и минут на 20 в духовку. Здесь вот эти товарищи тоже любители, знаете. Льда, нахера. Вот посмотрите. Просто сколько льда. Привет. Мне сейчас интересно, в известили. Ну их всё равно много. И понятно, что за там 600 рублей это более чем. Но давайте взвестили. Вроде я избавилась от льда в креветках. Давайте посмотрим. Сколько веса было именно креветочного. Блин, взяла, выключила. Маленький вообще человек. Куда-то тут... Нет, нет. Так. Ого. Ну сколько? 300 грамм получат. Ну здесь ещё вот усы, блин, поотвалились. Но я не думаю, что это много. Ну, окей. 200 грамм получается воды. В общем, креветок я сейчас буду оторвать голову, потому что они нафиг не нужны. И ножничками просто буду вот так вот их разрезать. И запеку с сыром. Разложила креветки. Я, кстати, все ноги кругу тут подстрелила. Не знаю зачем. Давайте польём лимоном. Будет ли это иметь что-то общую со вкусом. Я пока не знаю. Потерла немного сыра. И теперь измельчаю прям чеснок. Перемешиваем сыр с чесноком. Если хотите добавить какие-то специи ещё, то можно добавить тоже прям вот сюда. И теперь я прям капельку буду добавлять внутрь каждый креветок. Примерно вот так вот я, короче, беру. И вот так вот пальчик раздвигаю эту штучку. И туда вставляю ложку. При готовке я не использую масло. Но если вы используете едите жареное, то можно полить вот эту вот всю фигню изначально маслом, чтобы оно всё не прижарилось. Потому что оно у меня, скорее всего, чуть-чуть пригорит. Но я не ем жареное. И на минут 15 духовку. Ну что, поставила в духовку рыбу и креветки. Сейчас буду варить рис. А пока надо разобрать посудомойку и загрузить посудомойку. Ой, что ты сама не можешь по местам суть. Норт, может ты посними посуду. Видите, тарелки туда. А вилки наши вот сюда в верхний ящик. Давай. Ну мы с тобой договоримся. Если ты сможешь это сделать, то я думаю, мы с тобой договоримся. Вот, кричишь с собаками, мы договариваться. Не будем, не будем, не будем, не будем, не будем, не будем. Не будем, чтобы такого рожа. Почему у тебя подбородок сменялый? Почему у тебя как сменялый, собакарик? Ну здрасте. Блин, мой рожа у меня. Почему я тут подождусь в такой красный? Просто Наталина наклонилась. Ой, ну это люкс просто, ребята. Я врат чуть не уронила под нос, пока его доставала. Вот, что он выглядит очень даже неплохо. А рыбу, короче, я развернулась, поставила еще на 5 минут. Рис ни хрена не успела я сварить. Поэтому сейчас быстрее, 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 быстрее будем варить и потом есть. Но, конечно, все, уже остынет. Так, вот эти мерзкие усы надо будет сейчас выкинуть. Пока готовлю, смотрю моего Егора, дорогого. Как я соскучилась, ребята. Так, в общем, рис просто белый. Не забываем рис промыть обязательно водой. Когда я варю рис, я немного солю воду и добавляю шафран. Мне кажется, что можно и куркуму добавить, но я добавляю шафран. Мы две вот таких банки покупали еще, когда были в Иране. Зачем я добавляю шафран? Он, на самом деле, я бы не сказала, что прям какой-то небесный аромат придет. Но сам он, конечно, очень вкусно пахнет. Но он, как-нибудь, побольше закину. Но он сейчас, видите, начинает давать желтый оттенок. И рис такой прям желтый, золотой, аппетитный получается. Ну и вот такую какую-нибудь приправу могу туда покрошить. Господи. Те же моя, блин, селфи-балка. Ну вот такая вот рыбка получилась. О, блин. Понятно. Блин, пока она, походу, прижарилась. Может, попробую на блюдо ее выложить. Блин, пока перекладывала рыбу. У нее хвост, короче, туда прилипли. Блядь, челюсть у нее отвалила. Трэш Бля Ужас Как это мерзко Надо, наверное, просто отрезать голову У нас рыбка превратится В деперсонализированные кусочки мяса Говарится рисом Видите уже, какое там все желтенькое, золотистое Я сделаю соус из собак Нет, из йогурта Я беру безлоктозный йогурт И добавляю здесь специально специи Продается для йогурта Может быть слово йогурт значит и что-то другое Она, знаете, такая соленая Кисленькая Короче, любая приправа К курице или к мясу Я еще добавляю соль Сушеного базилика Я вспомнила, что вот такой салат Я как раз таки и видела в йогурте В одном ресторане Поэтому вару листики и туда добавлю тоже Рис там это впитывает пока водичку И я буду его сейчас выкладывать Такой стаканчик и делать Типа красиво Вот я уже пробовала в другой мисочке Не думаю, что дохрена рис получился Поэтому вот Ну сейчас попробую Может и не развалится Может красиво будет Но скорее всего развалится Ну, видите, какой рис красивый получается Золотой Блин, второй раз не получилось Наверное, потому что стаканчик был уже липкий Сейчас попробую Еще раз с чистым стаканчиком Ну что, вот такой вот у нас Скромный стол получается Вообще рис можно, конечно, тоже отдельно навалить Чтобы каждый себе положил сколько хочет Так, по-своему, каштарелку Можно было протереть Ну, ладно, уже не охота Ну и вот по факту Вот такая получается порция и подача Это, напомню, йогурт Если вы любите сметану Можете сделать сметану Ну, в общем, в любом Лучше, наоборот Да, честно И майонез можно Вот, но вот так вот Это все получается Если есть, например, с овощами А не с рисом То вообще супер-классное Такое белковое блюдо Можно вечером его есть Ну, как бы А мне можно и так вечером поесть У Коли там еще рабочий созвон Я пока чуть-чуть попробую Хочу попробовать Рыбу чуть-чуть йогуртом Ох, как вкусно Ммм, как вкусные листики в йогурте Креветку просто вот так вот выковыриваю Я чуть по времени не подгадала Мои креветки уже не такие горячие Блин, осы хотят жрать креветок Это очень нормально Я думаю, что нет Ой, все, поужинали Вкусно Очень классное блюдо Мне очень понравилось Ну, кстати, можно не обязательно Вот такие вот здоровенные Эти креветки покупать Просто абсолютно любые креветки подойдут Можно их просто выложить И, знаете, сверху сыром Все вот так посыпать Если они... Ну, их не обязательно так разворачивать Просто я так видела Подачу в ресторанах Хотелось так сделать Достаточно быстро То есть рыба Сколько на 20 минут В духовке Плюс 5 Подглядывайте за мной 25 минут Ой, 20 минут Просто в духовке 5 минут С открытой фольгой Чтобы чуть-чуть Подсохла кожа На самом деле Вообще пофиг Не обязательно ее откроть Потому что я кожу В итоге при подаче убрала То, что тут вот в башках Ну, такое, короче говоря Не люблю, когда рыба целиком Просто много Последнее время Задают вопросов Про мой рацион Потому что я все-таки 20 кило скину Плюс утиосы Достали уже За год Сейчас мой рацион Особенно после Удаления желчного Состоит в основном Из Куриного филе Ну, как В одном и том же виде Фактически вареный Либо в мультиварке Тушеный с какими-то там Овощами Либо там Каким-то еще Вот йогуртом Политый Сном То есть это Куриное филе Теперь это рыба Еще одно До этого тоже ела креветки Но я не могла На идее вообще Очень рада Что нашла этот магазин Сегодня Спустя столько месяцев Потому что в Мигросе Там креветки такие Вот, знаете Продавались Только в заморозке Ракурс, конечно Не очень удачный Но ничего страшного Ну, как сделаешь Чтобы ракурс был лучше Короче, придется держать Убрите Те осы Пипец Хотят жрать креветки Вот Увидела только Что там вот так вот Продается И стоит Получается пачка Вот этих креветок Меньше Семи сотен рублей Это капец Это, ну, мне кажется Это очень хорошая цена Соответственно Я ем мясо Только вот такое Диетическое Ем, получается, йогурт Без лактозы Молоко Если пью Тоже Ну, молоко Я пью только в капучино Тоже без лактозы Сыра немного У меня есть в рационе Но не так Что, знаете Раньше я прям вот так Вот этим сыром Обжиралась Плюс много овощей Как термически обработанных Так и сырых овощей То есть я ем салаты Ем овощи Которые, ну, вот с мясом Типа, ну, в курице В смысле тушу Делаю постоянно овощи В духовке Икру такую Я, по-моему, показывала В предыдущих влогах Тоже рецепт Очень мне это все дело нравится То есть стараюсь Вот максимум всего есть Фрукты мне можно Только сладкие Кислые мне нельзя Потому что кислые Потому что у меня удалили желчную То есть у меня, понимаете Диета связана Не только там с потерей веса Но и вот с ограничениями После удаления желчного Кислые фрукты Потому что они Если у вас есть желчный То вам лучше есть кислые фрукты Они сладкие Потому что они Увеличивают количество желчи И она более текучая И становится больше Мнения не надо Чтобы желчи показаны У вас больше Потому что она и так Бесконтрольно течет Потому что получается Когда у вас есть желчный пузырь И нету, ко мнению Желчном, не в протоках То, соответственно У вас желчь из печени Выходит в желчный пузырь Там некоторое время настаивается И когда вы едите Желчный пузырь Ее вопшикивает И желчь Она участвует Собственно В пищеварении А когда нету желчного пузыря То получается она Менее концентрированная Поэтому мне необходимо Пить специальные ферменты Некоторое время Но вообще организм Настраивается Где-то год У кого-то два года В общем я пью специальные Ферменты уже больше Полтора месяца Да, по-моему, прошло Первый месяц И еще там Ну, то есть там Прямо выписывают Определенные препараты Также я продолжаю пить Препараты Урсу Там что-то там Урсофальк Или Урсусан Это препараты Которые разжижают Именно желчь И эти препараты Я продолжаю пить Потому что Потому что Потому что Нельзя Потому что Танцуют с собаками Потому что Могут камни И в протоках Образоваться Потому что Проблема Даже не решена Удаление Желчной То есть она Решена Что Вы убрали Орган Больной Но камни Могут образоваться Также и в протоках Поэтому Я вот Пилу Са На ночь И что И желчь Это получается Бесконтрольный И она Не такая Концентрированная Поэтому Могут быть Проблемы С пищеварением То есть Я не ем Жареное Я крайне Мало Ем Сладкого Но иногда Просто Я живу В рекавери От РПП И если Я начинаю Себе Очень жестко Ограничивать То у меня Начинает Ехать Кукушка Когда ей кукушка Я не могу Себя Контролировать То есть Я буду Есть Вообще Все Я буду Есть Там Сырые Макароны Не знаю Что Что угодно Там Что не сырую Картошку И Собственно Поэтому Я Стараюсь Сделать Меню Разнообразное Вкусное И Без И И Исключить Все то Что Мне нельзя Категорически Вот Например Мне пришлось Отказаться Как и звучит Мне пришлось Отказаться От зеленого Лука Хотя Я его Очень люблю Я пью Не больше Двух чашек Кофе В день И Бывают Дни Ну Много Дни Достаточно Когда я Вообще Не пью Кофе От Жирных Всех Соусов Я Отказалась От Жареного Полностью То есть Я Ну Только В отеле Было Что Я ела Омлет Поджаренный И Потом Стала Есть Вареные Яйца Яйца В День Есть Но Я Иногда Нарушаю То есть Знаете Как Дел Наверное Конечно Не очень Правильно И В этом Нет Смысла Что Я Один День Ем Два Яйца Потом Вообще Не ем И Ну Это Понятно Что Не Мед Никого Смысл Потому Что Вся Суть Этой Диеты В том Чтобы Снизить Нагрузку На Эту Билярную Систему Чтобы Печень Научилась Часа Должны Быть По идее В Одно И Тоже Время То 9 12 3 6 9 Ну В Идеале Вот Так У Меня К сожалению Так Не Получается Но В Целом Зависит От Того Сколько Я Проснусь Но Я Ем Тогда Когда Я Хочу Есть И Может Быть Я Надеюсь Что Моя Печень Поймет Что Если Я Захотела Поесть Пошел Сигнал То Я Поем И Она Так Ага Она Хочет Есть Значит Она Сейчас Поест Значит Готовимся Погас Надеюсь Что Мой Организм Достаточно Умен Идите От Меня Уволься Надеюсь Мой Организм Достаточно Умен Чтобы Это Выглядел Именно Так Ребята Всем Привет Я Сегодня В Парике Слушайте Я Смотрите Как Я Классно Приклеила Ха Ха Ну Как Он Начинается Чуть Подальше И Я Притемнила Корни Специальным Спреем Вот Ну Блин Парики Я Не знаю Честно Сказать Как Люди Носят Парики Неделями Или Даже Несколько Дней Потому Что Я Вот Снимаю Я Накрасила Глаз Это Все Косметика Топфейс Блин Я Просто Вообще Но Я Когда Крашу Глаз Один За кадром Мне Потом Так Лень Красить Вот У меня Конечно Туш Видео Все Стыкло Слушайте Топфейс Вообще Огненная Косметика И Мне Что-то Прям Прут Какие-то Матовые Cat Eye Макияжи В общем Я Накрасила Один Глаз Теперь Отдыхаю Просто Чтобы Сесть И Второй Глаз Накрасить На Камеру Мне Кстати Когда Я Снимаю Обзоры Я Поняла Проще Реально Вот Включить Там Себя Аудиокнигу Спокойно Накрасить Глаз Ну То есть Я Снимаю И Молча Крашусь Я Так Больше Сосредоточена Именно На Процессе Макияжа Нежели На Вербализации Моих Мыслей Вот Поэтому Да Потом Озвучиваю Соответственно Войс Оварди Он Так Светленький Короче Друзья Я надеюсь Что вам Был Интересен Этот Влог Я Конечно Забыла В предыдущих Видео Его Закончить И Поэтому Я Его Заканчиваю Сейчас Спасибо вам Огромное За просмотр Вообще Спасибо вам Огромное За то Что вы Смотрите Мои Влоги И поддерживаете Эту Рубрику Спасибо Мы с вами Скоро Увидимся До встречи И всем Пока Муах